Уважаемые коллеги, давайте для того, чтобы мы успели послушать всех наших замечательных докладчиков, начнем нашу последнюю сессию. Наверное, последняя сессия, собственно, выглядит, с одной стороны, наиболее традиционной, она будет касаться процессуальных вопросов в арбитраже. Тем не менее, как вы увидите, мы пытались и в этой классической теме найти новые интересные вопросы и какие-то новые взгляды на традиционные вещи. И я с удовольствием представляю нашего первого спикера. Это Владимир Владимирович Ярков. Он является доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. От себя добавлю, что он является редактором замечательных учебников по гражданскому процессу, арбитражному процессу и замечательных комментариев ГПК и АПК. И Владимир Владимирович расскажет об одной из наиболее актуальных тем, связанных с принципом объективной беспристрастности, то, что иногда называют карманами третейскими судами. Пожалуйста. Спасибо, Антон Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема беспристрастности, она была длительное время достаточно академической, но вот сейчас она приобрела такое новое звучание в связи с известными целыми рядами судебных решений. Здесь, возможно, самые разные подходы, поскольку все рассказывают разные истории. Ну, например, я как-то был тоже причиной отвода суда, потому что периодически мы пишем разные заключения. Вот и я написал заключение, дело рассматривалось в нашем касационном суде и заявили отвод состава суда. Почему? Потому что одна из судей, когда-то работала на кафедре, защищала у нас диссертацию, это сочли как признак некой аффилированности и того, что она может быть пристрастна. Вот. Ну, немножко это странный подход, потому что юридический мир, он вообще тесен. Ну, допустим, вот я сейчас считал, под моим руководством защищено, ну, наверное, достаточно много диссертаций, но вот четверо судей. Один из них был заместителем председателя высшего арбитражного суда, я был научным руководителем когда-то в диссертации. Другой поныне является председателем регионального арбитражного суда. На кафедре у меня двое судей работает, трое даже, да, включая председателя нашего окружного суда, профессора Решетникова. Ну, это не означает, что я могу снять телефонную трубку и, значит, определять. Ну, вот, в общем, здесь с точки зрения беспристрастности много такого рода вопросов, но это применительно государственным судам. Что касается здесь, то здесь, уважаемые коллеги, я хотел провести небольшой анализ в плане того, насколько критерии беспристрастности, которые существуют для государственных судов, могут быть применимы к третейским. И вообще, какими могут быть эти критерии. Исходным моментом здесь была известная практика высшего арбитражного суда, по которой третейские суды, которые существовали при организации, которые одновременно их создавали, финансировали, то здесь они ввели такую категорию понятия, так называемые, применяли категорию объективной беспристрастности, исходя из того, что, значит, в данном случае, вот она, на их взгляд, была налицо. Ну, насколько правомерен такой подход? То есть, вот, причины, да, здесь дискуссии. Беспристрастность. Если мы посмотрим судебную практику, законодательство, как бы жесткое, мягкое, российское, международное, то оно различает два понятия беспристрастности, объективную и субъективную. И если объективная, она строится на основе внешних признаков, и вот нередко здесь в основе лежит презумпция пристрастности постоянно действующего третейского суда, если он создан, был определенной организацией, то в основе субъективной категории лежит категория критерии того, что это должно быть личное убеждение судьи касаться, если речь идет о его пристрастности, и действует, на мой взгляд, здесь презумпция беспристрастности. И если посмотреть те источники, которые регулируют вот эти, так или иначе, затрагивают эти вопросы, то в основном в качестве субъекта, в котором обращена беспристрастность, это являются сами либо судьи государственных судов, либо арбитры, третейские судьи. Ну, в статье там достаточно подробно расписано, вот это законодательство, поэтому я не буду это комментировать, но сходство есть, да, в основных ключевых подходах. Основные отличия, в чем можно увидеть эти отличия в отношении требований беспристрастности, которые предъявляются к третейским судям, по сравнению с судьями государственных судов. Ну, прежде всего, здесь мы должны исходить из разной правовой природы государственных судов и арбитражей, поскольку последний является формой частного правоприменения, хотя и с элементами определенной публичности. Вот послушав сегодня сессию по инвестиционному арбитражу, я понял, что он все более и более насыщается чертами, которые характерны для публичного судопроизводства, государственного судопроизводства. И вот эта правовая природа, она определяет несколько другие подходы. Ну, здесь надо сказать, что высший арбитражный суд ссылался в своих судебных актах по этому поводу на практику Европейского суда по правам человека. Ну, хочу сказать, что это уже здесь многие уважаемые коллеги, допустим, профессор Спорцов Олег Юрьевич, Сосков Антон Владимирович, уважаемый, как раз писали о том и дали хороший анализ, что вот эти постановления, они не все применимы или практически в основном неприменимы, потому что они принимались либо в отношении государственных судов беспристрастности, либо они затрагивали вопросы уголовного, административного производства, но не относились именно к третийскому разбирательству. Отличие в чем здесь отдельное мы проводим? Ну, вот эти принципы, потому что надо иметь какую-то классическую доктрину, многие принципы, они действительно звучат внешне одинаково, но они являются только одноименными по названию, по существу они различны, и в этом нет ничего необычного. Ну, например, в гражданском арбитражном процессе мы знаем, что принцип коллегиальности, он по-разному находит свое выражение в арбитражных судах, где есть еще, сохраняется институт арбитражных заседателей, и в государственных судах, где институт народных заседателей полностью уничтожен, нет его. Или, например, принцип непрерывности судебного разбирательства, он есть у нас в гражданском процессе, в арбитражном процессе он, в принципе, отсутствует. Поэтому здесь тоже есть некоторая одноименность, и нет налицо полной такой рождественности. Ну, в данном случае, допустим, мы видим, что в третейских судах основополагающим является автономия, конфиденциальность, состав формируется на основе воли сторон, хотя, в принципе, и в арбитражных судах до 2010 года стороны, как известно, могли участвовать в формировании, выбирая арбитражного заседателя. Отличие также проявляется в непрофессиональной основе деятельности, в то время как, как известно, государственные судьи, значит, у них особый статус, потом требования гражданства, к третейским судям такого требования нет, Российской Федерации, и третейские судьи, они, как известно, дают согласие на принятие полномочий, а государственный суд обязан рассмотреть любое дело в силу, если оно отнесено к его компетенции, ну, различия также в плане финансирования. И здесь вот Антон Владимирович Васовский в свое время писал хорошую статью, я ссылался на него в докладе, опубликованном, там как раз привожу примеры, где как раз Европейский суд по правам человека, ну, тогда это было, да, как раз выносило решение, рассматривалось эти вопросы, и как раз тоже подчеркнулся момент неполной тождественности понятия беспрестраственности в третейских судах и государственных судах. Значит, поэтому, что можно здесь сказать, что кому должно предъявляться требование беспристрастности, ну, если посмотреть вот практику вот мировую, Европе, та, что приводится, анализируется, и практику, те положения, которые содержатся в постановлениях кондиционного суда, то речь идет о том, что все-таки речь о беспристрастности всегда идет о субъективной беспристрастности, и требование, которое предъявляется именно конкретным судьям третейских судов. То есть речь идет о беспристрастности конкретного состава третейского суда. Поэтому само по себе осуществление полномочий по организационному, материальному и иному обеспечению третейского разбирательства со стороны организации, которая его создала, оно относится, не может прямо проиницироваться на тот конкретный состав третейского суда, который был создан, образован для рассмотрения конкретного дела. В каких... Когда можно говорить о наличии такой... Когда можно говорить о наличии такого рода выявлять критерии субъективной и объективной беспристрастности, то в отношении объективной стороны беспристрастности есть целый ряд актов, в частности, такого рода правила приняты нашей торгово-промышленной палатой Российской Федерации, международной ассоциацией юристов есть соответствующие правила, а там известны вот три перечня, различающие по свету, красно-оранжевый и зеленый. То есть здесь можно говорить о том, то есть это вот те ориентиры, которые позволяют констатировать таковую беспристрастность. Ну и из последних актов известны были постановления Конституционного суда 18 ноября 2014 года и определения Конституционного суда, которые дали как раз ряд ключевых положений о том, что требования беспристрастности относятся именно к конкретному составу Третьейского суда, это раз. Во-вторых, то, что суд, государственный суд, не лишен возможности проверить наличие так называемых организационно-правовых связей, но хочу сказать, что нигде здесь не используется термин аффилированности для применительной характеристики по этим вопросам. И здесь вот последнее, о чем я хотел сказать, наиболее чуть поподробнее, то, что практика, какова складывается сейчас судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России, появилось определение от 19 марта 2015 года, где они используют понятие аффилированности и, в общем-то, здесь по сути дела можно сказать, что новое вино стало заливаться в старые меха и стала вводиться категория аффилированности, которая приравнивается фактически к объективной беспристрастности. То есть там речь шла о том, что одна из сторон спора является членом торгово-промышленной палаты одного из регионов нашей страны и, соответственно, она уплачивает там какой-нибудь взнос небольшой ежегодный, может быть, 500 или, не знаю, видимо, наверное, не очень большие суммы, но при этом здесь Верховным судом делается вывод о том, что если третейский суд создан при объединении предпринимателей, то он всегда является аффилированным со спорящими сторонами. То есть здесь вводится такая, по сути дела, презумпция аффилированности и она распространяется на те случаи, в том числе, когда в третейский суд обращается сторона, которая не является стороной, участником вот этого объединения. То есть здесь категория организационно-правых связей, она заменяется категорией аффилированности и категорией объективной беспристрастности. Насколько это правильно? Ну, мне кажется, что это не очень правильно, по крайней мере, как называется, ну, будем, или как принято говорить, мы будем говорить мягко, что это подход, вызывающий сомнения. Ну, во-первых, у понятия аффилированности есть строгое юридическое содержание, потому что в гражданском, акционерном, корпоративном, антипанамбольном законодательстве оно имеет определенное понимание, и здесь вряд ли его применимо, можно применять в отношении третийских судов. Как известно, деятельность их не является предпринимательской. В этом смысле это не является, не подпадает под понятие, используемое в экономическом законодательстве. То есть, мне кажется, по этой причине это раз. Во-вторых, ну, это как бы формальный довод. Ну, во-вторых, введение такой презумпции аффилированности, оно, по сути дела, возрождает отвергнутый кондиционным судом подход о том, что есть у такого рода судов объективная, прирожденная, объективная пристрастность. Вот, потому что здесь сам вывод по себе такой является странным, потому что торгово-промышленная палата, она ведь, строго говоря, и создана для того, чтобы объединять на определенной территории всех более-менее экономически значимых субъектов предпринимательской деятельности. И получается, что тогда такой третейский суд при торгово-промышленной палате любого уровня, он сразу автоматически аффилирован со всеми субъектами предпринимательской деятельности, которые действуют на данной территории. Вот, и здесь, мне кажется, более правильным является подход кондиционного суда, который говорит, что надо использовать категорию исследовать организационно-правые связи третейского суда со сторонами спора, но не говорить об аффилированности, тем более вводить это как презумпцию, которая должна быть опровергаться. То есть здесь, на мой взгляд, снова смешивается объективная и инструктивная беспристрастность, и вот эта категория беспристрастности объективной, она автоматически используется применительно к самому постоянно действующему третейскому суду, в то время как мы должны использовать, все-таки говорить о беспристрастности конкретного состава третейского суда, конкретных лиц, которые выполняют функции по разрешению споров. Поэтому мне представляется, что более правильным здесь является подход, основанный на практике кондиционного суда, и поэтому здесь заключительные выводы могут быть такие, что объективная, как и субъективная беспристрастность, они существуют не сами по себе, они относятся и должны исследоваться в контексте конкретного третейского разбирательства именно для установления взаимоотношений, взаимосвязей и исключений сомнений беспристрастности именно конкретных физических лиц в составе третейского суда. То есть концепция объективной беспристрастности либо презумпция федерированности третейского суда, в этом плане они не могут быть положены в основу выводов о наличии фактических обстоятельств, свидетельствующих о пристрастности самих третейских судей. Но здесь возможны определенные реформы в связи с внесением законопроектов по третейским судам, которые вводят определенные ограничения по возможностям их создания. Но это как бы уже будет следующий этап, как говорится, нашей истории, но на сегодня вот я вот так на этом резюмирую. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Я хотел бы обратить внимание присутствующих, что в сборнике работ, материалов конференции, которые вы все еще можете приобрести в фойе, также включена там статья Александра Игоревича Муранова с, я бы сказал, противоположной точкой зрения на ту же самую дискуссионную проблему. Соответственно, у вас есть возможность познакомиться и с одной, и с другой точкой зрения. И действительно, довольно важно то, что упомянул Владимир Владимирович, что в проекте того самого федерального закона об арбитраже, который мы обсуждали сегодня с утра, в рамках первой сессии есть очень любопытная 46-я статья, которая касается данного вопроса, и сформулирована она, на мой взгляд, довольно-таки забавно. То есть там сказано, что арбитражный институт, он не может администрировать дела, в которых одной из сторон является, предположим, учредитель той некоммерческой организации, при которой создан третейский суд. Но следом сказано, что само по себе нарушение этого правила не является основанием для отмены вынесенного третейского решения или для отказа его признания и приведения к исполнению. Но, честно говоря, вот при первом прочтении остается непонятным, что имели в виду разработчики закона проекта. Посмотрим, останется ли этот текст таким же при прохождении в Государственной Думе. А я с удовольствием перехожу к следующему нашему докладу и представляю Ирину Суспицыну. Она является старшим юристом в практике международного коммерческого арбитража в адвокатском бюро КИАП. И Ирина имеет степень магистра права, полученной в Стокгольмском университете, а также она является членом Королевского института арбитров. И расскажет нам о проблемах недобросовестного процессуального поведения сторон и о том, как на это можно реагировать. Спасибо. Да, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Антон. Уважаемые коллеги, добрый день. Хотела представить вашему вниманию тему, которая, я надеюсь, будет многим интересна именно с практической точки зрения. Всем вам хорошо известно, что международный арбитраж как способ разрешения споров становится все более затратным как по времени, так и по средствам. И во многом в этом виноваты сами стороны, которые иногда настолько увлекаются процессом, что ведут себя контрпродуктивно, недобросовестно и тем самым увеличивают как собственные расходы, так и расходы своих оппонентов. И именно проанализировать, как арбитры и состав арбитража могут учитывать такое поведение при распределении расходов и как использовать институт распределения расходов как инструмент воздействия, инструмент, способствующий должному, правильному поведению сторон в процессе. Собственно, на этом я и хотела остановиться в моем докладе. Начать я бы хотела с того, чтобы посвятить общую проблему, которая стоит перед нами, это в принципе существует ли в международном арбитраже стандарт распределения расходов, затем остановиться на каких-то отдельных моментах, как на разных стадиях процесса может выражаться недобросовестное поведение и по ходу процесса, и в конце дать некоторые практические рекомендации, что с этим можно сделать нам, практикум, юристам, практикующим в сфере международного арбитража. Собственно, начать стоит с того, что в международном арбитраже никакого стандарта, единого стандарта распределения среди арбитражных расходов не существует. Арбитры руководствуются собственным усмотрением, и здесь многое зависит как от места арбитража, как от бэкграунда арбитров, так и от множества других факторов. Но, как правило, выбирается один из подходов, которые уже сложились в международной, в мировой судебной практике. Первый подход, который, в общем-то, возводит к английскому праву, к традициям английских судов, заключается в том, что, в общем-то, «wimmer takes it all», то есть проигравшая страна в процессе возмещает расходы победителя. И концепция, которая лежит в основе этого принципа, она, в общем-то, всем понятна и известна. Обязательства должны исполняться, должны исполняться добровольно, и страна, которая этого не делает, в общем-то, вполне справедливо обязана компенсировать расходы той страны, которая вынуждена пойти в суд или в арбитраж для того, чтобы свое нарушенное право восстановить. Второй подход, в общем-то, больше известный для практики американских судов, заключается в том, что каждый платит за себя. То есть любой спор, как в суде, так и в арбитраже – это нормальный бизнес-риск. И здесь нет никакой компенсаторной функции, никаких последствий в форме компенсации, потому что мы пришли, установили, кто, в общем-то, прав, кому присуждаются деньги по спору, и каждый при этом понес расходы на собственных юристов и какие-то иные сопутствующие расходы. Это вполне нормально, и ничего не должно компенсироваться. В международном арбитраже выбирается, как правило, либо один из этих подходов на усмотрение арбитров, но по последней практике и по последним регламентам, которые мы видим, рекомендациям многих институтов, лидирует такой подход, как проигравший платит, но с учетом того, как стороны ведут себя в процессе. Вполне возможно, реально такая ситуация, когда сторона, которая формально победила в деле и которой были присуждены средства в итоге спора, она не только не получает конвенциацию своих расходов, но может получить ее только в части, либо вообще еще и быть обязанной возместить расходы своего оппонента, который спор проиграл. И происходит это потому, что победившая сторона вела себя недобросовестно в деле. Как, собственно, может выражаться такое недобросовестное поведение? Оно может присутствовать на всех стадиях процесса, от и до, с момента инициирования арбитража и заканчивая вынесением окончательного решения по существу спора. Рассмотрим все по порядку. Как только вы подали просьбу об арбитраже, встает вопрос об уплате аванса на покрытие арбитражных расходов. Все мы знаем, что в большинстве признанных международных институтов такой аванс оплачивается сторонами в равных долях. И основывается это, опять же, на вполне понятном принципе, что между сторонами есть арбитражное соглашение, согласно которому стороны в том числе обязуются и нести расходы на арбитраж в равных долях. Но нередко ситуация, когда ответчик недобросовестно уклоняется от оплаты такого аванса. И что же нашему в этом случае делать? Вариантов не так много. Он может либо оплатить аванс за ответчика, либо дело будет прекращено. Точнее, оно просто не будет передано составу арбитража. И чтобы избежать такой ситуации и восстановить истца в его нарушенных правах, когда он вынужден воплотить аванс за ответчика, существует институт отдельного решения о возмещении уплаченной доли аванса. Он предусмотрен несколькими действующими регламентами, в частности, СССР, Стопольмской палатой, ICC. Но во многих других регламентах, если даже он прямо не предусмотрен, такая возможность она существует, исходя из того, что арбитры, как правило, наделены широким кругом процессуальных полномочий. И они могут вынести такое решение, исходя из общего своего мандата. И, как правило, то, что сейчас складывается тенденция, удовлетворяет такого рода ходатайства. То есть, как правило, отвечу, который уклоняется от вклада аванса, его накажут и обяжут таким решением возместить расходы. Но это не является таким незыбленным правилом, поскольку здесь, опять же, действуют принципы разумности, добросовестности, и арбитры исходят из фактических обстоятельств дела, которые могут быть таковы, что отвечик, в общем-то, и не обязан платить аванс. Например, чаще всего это имеет место в случае юрисдикционных возражений. Отвечик не являлся участником арбитражного соглашения. Он не должен находиться в этой комнате, он не должен платить этот аванс. Поэтому вполне справедливо, что удовлетворение такого ходатайства будет отказано. Есть также и иные случаи, которые встречаются в практике. Например, время всегда имеет значение. Если такое ходатайство подано уже на такой хорошей стадии процесса, когда не так долго до вынесения окончательного решения по спору, вполне очевидно, что необходимости практической и таком отдельного решения просто нет. Учитываются и иные факторы, и опять же все зависит только от обстоятельств конкретного дела. Но может иметь место и иная ситуация, когда у нас недобросовестным является не ответчик, а истец. Например, кто-то подает иск заранее мало обоснованный, страна, которая находится в слабом финансовом положении, и ответчик, который, скорее всего, выиграет спор и просто не сможет за счет недобросовестной стороны возместить свои расходы. И в таком случае существует институт security for costs. Это своего рода обеспечительная мера, которую истец обязан внести определенные денежные средства либо какую-то иную гарантию возмещения будущих расходов ответчика по спору. Довольно любопытный институт, он существует в основном, опять же, в английском праве, и пока еще мало развит в каких-то других институтах. Но он, в общем-то, прогрессирует, и сейчас появляется и в другой европейской континентальной практике. И здесь главное учитывать баланс интересов сторон, потому что вопрос может дойти до права на судебную защиту. То есть где баланс между недобросовестным листом, да, и ситуацией, когда истец просто, дело просто не может быть рассмотрено, лицо теряет доступ к правосудию только по той причине, что оно не может внести расходы, которые обеспечили бы расходы другой стороны в процессе. Собственно, в процессе мы имеем дело с очень разнообразными возможностями недобросовестно себя вести. Здесь все граничивается исключительно фантазией сторон. И я позволила себе некоторую авторскую классификацию этих способов на три группы. Первый из них хорошо известный любому процессуалисту и называется в престаре речи «завалить бумагой». То есть если мы просто будем представлять очень объемные правовые позиции, очень объемные аргументы, часть из которых, в общем-то, совершенно не нужна в споре, мы тем самым будем вынуждать нашего оппонента отвечать на эти позиции и нести соответствующие расходы. Чтобы это ограничить, опять же, может быть использован механизм распределения расходов. Например, в частности, в практике коллег был такой случай в арбитраже по регламенту ICC на стадии Terms of Reference. ИСС пытался включить в перечень ИШИСов огромное количество вопросов, которые были нерелевантны делу. И ответчик сделал просто такой комментарий арбитрам, что окей, мы согласны даже на включение этих ИШИСов, но с тем условием, что расходы по ним будут отнесены на сторону ИСЦА. И как бы практическим результатом таких действий стало то, что некоторые из ИШИСов и ИССОМ были сняты и не были включены в Terms of Reference. То есть, опять же, здесь хотелось бы обратить внимание, что распределение расходов может быть не только чем-то национальной стадии процесса в окончательном решении по спору, но и институтом воздействия на сам процесс, на его протекание добросовестным и логичным путем. Стороны могут использовать целый ряд уловок. Некоторые из них вы видите на слайде. В общем-то, самые объемные из них, это, как правило, связаны с исследованием доказательств. То есть, какая-то страна может затребовать чуть ли не полной дискавери, которая, в общем-то, не нужна в деле. И на это будет потрачено огромное количество и времени, и средств. И такие попытки, опять же, можно пресекать с помощью возмещения расходов. Следующий вопрос, на котором было бы интересно остановиться, это пронежуточное решение о возмещении расходов. Это институт, который бы, на самом деле, очень эффективно позволил бы арбитрам как-то влиять на процесс, на кейс-менеджмент. То есть, когда какие-то недобросовестные поведения сторон можно было пресекать и тем самым направлять их на правильное ведение дела. Здесь самый главный вопрос, который здесь возникает, самая проблемная точка, это, конечно же, вопрос исполнения таких решений. Всем известно, что, в частности, в России исполняемость промежуточных решений под большим вопросом. И не хотелось бы подробно на этом останавливаться. это достаточно известная тема. Возможно, мы с вами можем ожидать каких-то изменений в будущем в связи с проводимыми реформами в законодательстве. Ну, хотелось бы закончить какими-то базовыми, практическими рекомендациями в связи с обзыванием расходов и влиянием введения сторон на обзывание таких расходов. Во-первых, стоит учитывать, всегда учитывать этот вопрос и при выборе арбитров, при выборе мэстера, петража. Стоит учитывать вопрос распределения расходов при планировании своей процессуальной стратегии и, в частности, даже использовать его как инструмент этой стратегии. То есть вовремя давать замечания арбитрам о том, что другая сторона ведет себя недобросовестно и попытаться этим как-то исправить процесс, направить его в нужном русле. И, соответственно, после завершения процесса, после того, как у вас закончено слушание, естественно, обратить внимание состава арбитража на эти факты, которые будут учтены при окончательном решении по спору при распределении расходов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы даже идем с опережением графика. Видимо, докладчики, напуганные строгим отношением модераторов предыдущих секций, ко времени решили сократить свои выступления. Да, ну, действительно, наверное, именно российские, к сожалению, участники процессов и российские представители славятся тем, что используют некоторые из описанных Ириной недобросовестных способов влияния на процесс. Может быть, именно этим объясняется то, что многие российские арбитражные центры, они пытаются как бы накормить, пресечь возникновение соответствующей проблемы. И, как, наверное, большинство присутствующих знает, допустим, большинство арбитражных российских центров арбитражных, они требуют, чтобы изначально ИСТЕЦ сразу внес все 100% арбитражного сбора, аванса. В то время, как за рубежом, как нам объяснила Ирина, обычно практикуется то, что ИСТЕЦ и ответчик в равной степени должны разделить это время и внести по 50% соответствующего депозита. Да, то есть, здесь мы тоже видим такие любопытные различия в понимании некоторых процедур арбитража. А я с удовольствием перехожу к следующему докладу и представляю нашего следующего спикера. Это Ольга Вишневская, старший юрист адвокатского бюро Егоров-Инский-Апанасьев и партнеры. Ольга имеет степень магистра права, полученную в Женевском университете и расскажет нам об одной из излюбленных тем российского арбитражного сообщества, что же делать с анти-сьютен-джанкшинс, то есть, так называемыми анти-искалами мира. Пожалуйста. Добрый день. Моя тема анти-искалами мира, которая, как заметил Антон, постоянно поднимается. Тема большая, и для этого выступления я решила остановиться на одном из наиболее спорных, интересных вопросов, как мне представляется, это допустимость анти-искалами. Очень кстати, на прошлой неделе вопрос получил новое развитие, потому что суд Европейского Союза вынес долгожданное решение по делу, по спору между Газпромом и Литвой, в котором рассматривался вопрос о, мысль широко, то о допустимости анти-искалов мер, принятых арбитрами. Перед тем, как перейти к выводам суда по этому делу, я остановлюсь на общих вопросах и проблемах, которые касаются, которые возникают, когда речь идет об анти-искалов мерах. Коротко, анти-искалов мер, как правило, сводится к запрету стране участвовать в правильном разворачивании в суде или арбитраже, в другом форме. Меры могут приниматься как судом, так и арбитрами, и основной функцией является избежать принятия противоречивших друг другу решений двумя формами по одному тому спору. Если мер принимаются как поддержку арбитража, то они также рассматриваются как способ приведения и восполнения арбитражного соглашения и средства защиты исключительной юридикции арбитража. Какие вопросы основные возникают при принятии решительных мер? Я выделяю два вопроса. Первый это полномочия, как таковые принимать такие меры. И как правило они рассматриваются в контексте обеспечительных мер, особенно в странах континентального права, безсловно в странах общего права, где такие меры традиционно принимаются, существует отдельное правовое регулирование и в том числе они рассматриваются как окончательные средства защиты. Тем не менее в большинстве других стран говорят о бантийских мерах именно как об обеспечительных мерах поддержки судебного или арбитражного процесса. Иногда, особенно когда антийские меры принимаются арбитрами, полномочия выводят из самого факта арбитражного соглашения или из общих принципов процесса. В частности есть точка зрения, что арбитражные соглашения дают арбитрам право предотвращать его нарушения и принимать меры, которые соответственно будут способствовать эффективности арбитража и исполнительности окончательного арбитражного решения. На мой взгляд, точка зрения проблематичная и очень спорная, поскольку и безусловно мы должны говорить о какой-то отдельной правовой базе для принятия действительных мер. То есть самого факта арбитражного соглашения для того, чтобы восстановать полномочия арбитров или суда их принимать недостаточно. Второй вопрос, который возникает, это допустимость антических мер как таковая. Почему вопрос острый, поскольку антические меры принимаются в международном контексте, идея отсутствует, иерархия форма. И за редким исключением широко признается, что в самой идее принятия антических мер есть что-то крайне нежелательное. И их применение должно в любом случае быть ограничено. Даже английские суды, которые традиционно используют данное средство, признают, что если есть менее радикальные средства защиты, то антические меры не должны приниматься. За что конкретно критикуют антические меры? Здесь я тоже выделала три основных момента. Это то, что они создают односторонний враждебный подход к разрешению юрисонных конфликтов. По сути, такими мерами блокируется доступ страны в другой форм, что, безусловно, не способствует координации процессов и усовлению дружных отношений между разными формами. Второе, это соотношение с принципами международного права, к которым мы вернемся. И третье, это нефективность антических мер. Здесь, в первую очередь, стоит вопрос о проблемах исполнения таких мер. большинство формов безусловно относятся негативно к возможности исполнения запрета на разбирательство, особенно на их территории. В качестве примера можно привести позицию высшего арбитражного суда в информационном письме номер 158, который сводится, по сути, к тому, что российские суды должны игнорировать меры, которые введены иностранным судом с целью запрета одной из сторон на участие в процессе. Аналогичные позиции содержатся суды Швейцарии и ряд других стран. Возвращаясь к вопросам и принципам международного права, которые, как утверждаются, нарушают антические меры. Во-первых, речь идет о принципе компетенции и компетенции, то есть о праве каждого суда и трибунала самостоятельно определять свою юрисдикцию. И здесь критика стоит в том, что принимая антические меры, суд или арбитры по сути приходят к выводу об отсутствии у параллельного форма юрисдикции рассматривать спор, что фактически препятствует этому форму независимо решить вопрос о своей юрисдикции. Также критикуют меры за угадывание политического выбора другого государства в отношении функционирования судебной системы, то есть какие условия данное государство установило для доступа к суду. И в этом же контексте считается, что антические меры могут нарушать конституционные права сторон на доступ к судам. И также говорится о том, что антические меры могут нарушать принцип взаимного доверия и уважения между судами. Какие есть подходы? Ну, ряд трибуналов прямо говорит, как, например, решение, приведенное на экране, неопубликованное дело СССР, в 2000-й год был процессуальный приказ, где как раз трибунал высказался на тему того, что указанные принципы их нарушения препятствуют принятию антических мер. И здесь речь идет и о том, что суд не имеет принимая антические меры, арбитры, по сути, приходят к тому, что решают, что суд не имеет юрисдикции другой. И данное решение может так, что вмешаться в право страны на отбор иностранный суд. Есть другая точка зрения, традиционный подход английских судов, который, например, был высказан Палладой Лордов в деле Тернер. И здесь хорошо виден основной контраргумент против критики антических мер. Именно то, что они адресованы не иностранному суду, они адресованы в стране по спору. И таким образом, принимая тисковые беры, нет вмешательства в юридикцию иностранного суда, есть просто средства защиты против недобросовестного поведения страны по спору. Интересно, что по этому же делу позиция суда Европейского Союза была другая. В двух известных делах, во-первых, по упомянутому Тернер и по Уэст-Анкерс Европейский суд прямо признал, что антистовые меры приняты судами недопустимо, поскольку несовместимы с регламентом Совета ЕС о подсудности. И здесь также шла речь о трех основных проблемах. Это о нарушении права суда самостоятельно определять свою юрисдикцию, о нарушении принципа доверия между судами разных государств и его вмешательстве в вопросы доступа к суду. И здесь суд Европейского Союза отдельно выделил статью 2.3 Нью-Йоркской Конвенции, которая собственно регулирует вопрос передачи спора в арбитраж, если страна обратилась в суд и дает возможность осмотреть вопрос о действительности применимости и исполнимости арбитражной оговорки в конкретном деле. И суд Европейского Союза сказал о том, что фактически антистические меры приводят к тому, что суд лишен такой возможности. После этого оставался открытым вопрос распространяется ли позиция суда на допустимость мер от арбитров, поскольку суд высказывался только по судебным антистическим ам мерам. И наконец-то в прошлой неделе появилось решение долгожданное и в принципе позиция суда была ожидаема о том, что реклама Совета ЕС не препятствует признавать и приводить к исполнению антистической меры принятой арбитрами. Речь шла о том, что Министерство энергетики Литвы обратилось в суд Вильнюса по скорости с Газпромом и Газпром в свою очередь пошел в арбитражный суд Стокгольма и попросил там меры признать, что нарушены арбитражные соглашения и что Министерство должно ограничить свои требования в суде в той части, в которой они не нарушают арбитражные соглашения. Были выданы такие меры и Газпром пытался их привести в исполнение в судах Литвы. Когда дело дошло до Верховного суда, суд передал вопрос на рассмотрение суда ЕС. Вот 13 мая было вынесено решение о том, что такие меры и их признания допустимы. Такой исход, я думаю, был ожидаем. Интереснее было то, будет ли суд корректировать свою позицию по предыдущим делам по допустимости судебных антийских мер, либо попытается разделить антийские меры от судов и от арбитров. Суд выбрал вторую позицию и сослался на решение Westpankers и прямо сказал, что правовые последствия антийских мер от арбитров и от судов разные. Что именно, какие именно разные последствия? Ну, помимо того, что арбитраж не входит в сферу регулирования регламента, суд признал, что принцип взаимного доверия распространяется только на взаимоотношения между судами. Соответственно, арбитры ни прямо, ни в косвенно, по мнению суда, им не затронуты. Далее, суд сказал, что арбитражные антийские меры не влияют на доступ страны к суду, в отличие от судебных мер, поскольку эта сторона может оскорить признание и предъявление исполнения таких антийских мер. И поскольку суд, государство, в котором запрещен судебный процесс, может определить на основании своих национальных и международных норм, должно ли быть признано арбитражные соглашения об антийских мерах. Дальше суд указал, что в качестве отличия арбитражных антийских мер от судебных, что несоблюдение антийских мер от арбитров не приведет к санкциям за их несоблюдение, в данном случае суд указал на наложение штрафа. И наконец указал, что любое потенциальное ограничение права суда определяет свою юрисдикцию, которая возможна в результате принятия антийских мер. Но оно возникает только если арбитражные решения признано и приведено в исполнение на территории суда. Как видно, по мнению суда Европейского Союза, здесь должно быть два отдельных подхода и регулирование антийских мер от арбитров и от судов. мне кажется, что тем не менее антийские меры, независимо от того, кто их принимает, одинаково по сути создают схожие риски и направлены на и по сути являются одним и тем же средством защиты. Поэтому разделение подхода в зависимости от того, кто их принимает, суды или арбитры, отчасти мне кажется искусственным. И более желательно, на мой взгляд, было бы выработать единый подход, по крайней мере, если мы говорим о мерах поддержки арбитража, который применялся бы к мерам антийских в обоих случаях. И когда их выносят в суды и когда их принимают арбитражные трибуналы. О каких условиях допустимости здесь могла быть речь? Я бы выделила три такие условия, хотя, безусловно, что единый критерий оценки сложно или невозможно дать, и крайне затруднительно найти одно решение, которое подходило для всех дел. Тем не менее, мне кажется, что в качестве минимального стандарта можно выделить три условия. первое, это очевидный риск принятия противоречащих решений, поскольку основной целью антийских мер является именно предотвратить противоречащие решения, которые будут вынесены по одному и тому же делу, то мне кажется, что здесь необходимо говорить о том, что параллельные разбирательства должны быть начаты, и если одно из них не начато, то риск принятия противоречащих решений слишком отдаленной и антийские меры не должны быть допустимы. Второе, это уже упомянутое право суда рассмотреть вопрос о действительности арбитражного соглашения по статье второй Нью-Йоркской конвенции. И здесь мне кажется, что форум, в котором запрашивается антийские меры, должен предоставить право второму форуму самостоятельно сначала рассмотреть вопрос о наличии у него юрисдикции и о необходимости передать дело в арбитраж. Далее, второе условие должны быть доказательства недобросовестного поведения страны, которое инициирует параллельно разбирательство. Известно, что параллельно разбирательство не всегда инициируется для блокирования процесса. Иногда это делается без каких-либо недобросовестных соображений, тем не менее понятно, что в ряде случаев и во многих случаях есть совершенно очевидная тактика ответчика, который пытается начать дело в другом форме, чтобы заблокировать процесс, либо получить наиболее благоприятное решение. Здесь тоже сложно установить единые критерии для всех дел, какие факторы, мне кажется, должны приниматься внимание. Когда арбитражные соглашения сформулированы недостаточно ясно, и какие факторы свидетельствуют о том, что антистическую меру будут недопустимы в данном случае. Во-первых, если соглашение сформулировано недостаточно ясно, во-вторых, если параллельное разбирательство инвестирует на третьей стороной, которая не связана арбитражной оговоркой, или если в параллельном разбирательстве участвуют стороны, которые не участвуют в арбитраже. Либо также, на мой взгляд, должно приниматься внимание, если параллельное разбирательство начато задолго до подачи иска. Ни один из этих критериев, во-вторых, не является решающим, но это факторы, которые, на мой взгляд, должны учиться, когда оценивается оценивается допустимость антистических мер в конкретном деле. И третье, антистические меры должны иметь практическое значение. То, за что их критикуют, за то, что они неэффективны, поскольку, принимая их, суд просто создает, скажем так, враждебную установку, а меры все равно не могут быть исполнены, особенно, когда речь идет о принятии мер арбитрии. Здесь можно говорить о двух аспектах. это оценка возможностей исполнения антистических мер в конкретном деле. И второе, это санкции за нарушение антистических мер. Какие это могут быть санкции? Отдельная большая тема не для сегодняшнего выступления. Спасибо. Ольга, большое спасибо. Также хочу обратить ваше внимание, что в сборнике работ по конференции там есть еще одна статья Алексея Вялкова тоже по данной тематике, где автор пытался еще особый угол зрения, особый взгляд предложить на этот любопытный институт анти-сьютон-джанкш. И в завершение мы переходим к последнему докладу. Я с удовольствием предоставляю слово Евгении Федотовой. Она является юристом в Лондонском офисе юридической фирмы Siemens & Siemens с LLP. Имеет степень магистра права, полученную в University College в Лондон. И, насколько мне известно, на протяжении довольно продолжительного времени Евгения работала в секретариате LCAE, то есть доподлинно знает, каким образом арбитраж имеет место в реальной жизни. И Евгения расскажет об очень интересном институте, мало знакомом, я бы так сказал, российской аудитории, а именно об институте чрезвычайного арбитра. Евгения, пожалуйста. Спасибо большое, Антон. Добрый день. Очень приятно вас всех видеть сегодня. И спасибо, что остались на последнюю сессию послушать всех докладчиков. Сегодня моя презентация будет на русском языке, но слайды будут на английском. И, надеюсь, наши гости иностранные тоже смогут следить за тем, что происходит. Сегодня я кратко обсужу семь основных вопросов. Первый вопрос, на который я отвечу, состоит в том, почему же вообще концепция чрезвычайного арбитра появилась и какие истоки формирования этой концепции. Второй вопрос я расскажу кратко о деле республики Конго. Третий вопрос, который я буду обсуждать, это в чем различие между разными правилами, регламентами, которые закрепляют чрезвычайного арбитра. И следующий вопрос будет о том, как же подать заявление о назначении чрезвычайного арбитра, чтобы оно было успешным. Будет ли исполнимо решение чрезвычайного арбитра? Как концепция чрезвычайного арбитра соотносится с текущим российским арбитражным законодательством? И если существует риск неисполнимости решения чрезвычайного арбитра, стоит ли вообще подавать заявления и какие последствия неисполнения решения чрезвычайного арбитра? Во-первых, начну с причин. Как вы знаете, существует возможность согласно закону июнстрал 2006 года обратиться к трибуналу о назначении обеспечительных мер. Но пока трибунал состав арбитража не сформирован, такая возможность только существует во время обращения в суды. Соответственно, выходит, что в тот период сторона по каким-то причинам, которая хочет предполагать обеспечительные меры, может рисковать тем, что она потеряет конфиденциальность, возможно, какие-то возникнут репутационные риски во время обращения в суд. Также, возможно, в суде не будет существовать специализированных судей, которые будут сдать узкую специализацию спора между сторонами. Возможно, она не захочет пойти в суд, потому что судебный процесс достаточно бюрократичен, и она хочет избежать судебной волокиты. Также, возможно, стороны не хотят чтобы суды вмешивались в их частное разбирательство. И было придумано решение, а именно институт чрезвычайного арбитра. Институт чрезвычайного арбитра заключается в том, что у стороны есть возможность подать заявление о назначении чрезвычайных мер при условии наличия обстоятельств срочности до формирования состава арбитража. И впервые эта концепция получила закрепление в несколько ином виде, нежели она существует сейчас, в правилах ICC, так называемой процедура реферии. В этих процедурах, которые были созданы в 1990 году, условия их использования состояло в том, что стороны должны были заключить отдельное соглашение об использовании этих правил. И, конечно же, как вы можете представить, когда спор уже возник между сторонами, очень сложно о чем-либо согласиться. Соответственно, распространение этих правил не получили широкого распространения, и другая проблема была в том, что никто не знал, может ли будет исполнить такое решение. Соответственно, значимость этого дела состоит в том, что это было первое решение, которое рассматривало до арбитражной процедуры. если кратко, фабула дела состояла в том, что сторона, против которой было выносено решение чрезвычайного арбитра, обратилась в суд, французский суд, на основании 1504 статьи об отмене решения как арбитражного решения. Другая же сторона заявила о том, что решение не является арбитражным решением, поэтому отменить его по этой статье невозможно. Суд начал осмотрение дела с того, что и вопрос, который был поставлен в суде, заключался в том, каков статус решения чрезвычайного арбитра. Суд начал осмотрение дела с вопроса, а кем является чрезвычайная арбитра. Вернее, тогда он назывался рефери, и понятия чрезвычайного арбитра еще не было. То есть, является ли рефери арбитром как таковым, и какие его полномочия. И суд отметил, что в правилах рефери упоминалось как некое третье лицо. Также нигде в правилах рефери не было названо арбитром, в самих правилах не было ссылки на арбитражный процесс, и рефери спор по существу передавал на рассмотрение состава арбитража. И, соответственно, решение, которое было вынесено, состояло в том, что рефери не был арбитром, и дело приравнивалось к обязательству из договора. То есть, по сути, о чем суд сказал, что это был отдельный договор сторон, и результатом его являлся также обязательства договорного характера. И его приравнивать к арбитражному решению невозможно. Это решение было... Арбитражное сообщество продвижировало это решение, потому что посчитало, что подход был очень формальным. Также все заметили, что и, по сути, решение арбитра, оно тоже исходит из договора, то есть стороны договариваются о том, что решение арбитра будет иметь обязательную силу. И теперь немного, чтобы вы проснулись. вот картинка о том, что же, по сути, такое, кто же такой чрезвычайный арбитр и чрезвычайные процедуры. На мой взгляд, мне эта тема очень нравится, я считаю, что уже многие арбитражные учреждения ввели правила о чрезвычайном арбитре, и этот институт будет иметь будущее. Это как скорая некая помощь. И скорая помощь в разных странах она выглядит по-разному, разные машины, но цель одна и та же помочь как можно скорее стороне в разрешении проблемы. И, соответственно, если нет скорой помощи в какой-то стране, то это большая проблема для проживающих людей там. Но также хоть в картинке разные цели то же самое, какие-то детали все равно будут другие. И в этом, в принципе, и отличаются все правила между собой, то, что какие-то нюансы во всех правилах существуют, и все правила по-разному регулируют этот институт. И, соответственно, тут я выделила самые основные, на мой взгляд, отличия, которые радикально отличаются между всеми регламентами. В LCA очень интересно, потому что до введения института чрезвычайного арбитра, который был введен правилами 2014 года, существовало ускоренное формирование состава арбитража. И обе процедуры остались. В чем преимущество? В том, что вы можете параллельно подать оба заявления и ускорить формирование состава арбитража, а также пока состав арбитража формируется. Если у вас в ускоренном составе арбитража три участника, например, то даже в этом случае очень сложно назначить трех участников состава арбитража. даже при ускоренном формировании. Соответственно, в этот момент вы можете подать заявление о назначении чрезвычайного арбитра, который был единоличным арбитром, и таким образом ускорить процедуру. Также в LCA вы можете получить решение, которое может быть в форме арбитражного решения, либо постановления. говорится, что обе формы решения возможны, например, также в шведском арбитраже. В ICC, к сожалению, возможно только постановление, и некоторые авторы ставят под сомнение, возможно, в ICC структура чрезвычайного арбитра и его решения, вся задумка в том, что они не подлежат принудительному исполнению. Что касается Сингапура и Гонконга, то там на уровне законодательства закреплено, что решения чрезвычайного арбитра подлежат принудительному исполнению. Швейцарские правила позволяют вам даже без уведомления другой стороны подать заявление. Таким образом, это такая достаточно серьезная мера, вы можете удивить в один день другую сторону, что против этой стороны существует решение, например, не совершать какие-то определенные действия. В ICDR не существует обязанности заплатить какой-то специальный сбор для использования этой процедуры, и шведский регламент закрепляет минимальный срок 5 дней для вынесения решений чрезвычайным арбитром. Так как же сделать так, чтобы вы выиграли и получили чрезвычайные меры? Я бы разделила требования на две категории. Одна часть это формальные требования, другая часть требования, над которыми необходимо подумать, как им соответствовать. Формальные требования такие, как указания деталей контактов данных обоих сторон, представителей, нужно заплатить сбор специального для рассмотрения, указать язык, место арбитража, применимое право, а также приложить арбитражные соглашения. Интересный момент в том, что некоторые арбитражные учреждения разрешают подачу заявления только вместе с подачей заявления на арбитражное разбирательство. Другие разрешают это сделать до начала арбитражного разбирательства при условии, что позже будет подано заявление. Существует несколько критериев, которые вы должны показать для того, чтобы ваше заявление было успешным. Первое требование это вы должны показать, что у вас есть явные основания полагать, что ваше дело будет успешно, так называемые prima facie case. Второй критерий вы должны показать, что нанесенный ущерб не будет возможно устранить, если не будут приняты определенные обеспечительные меры. Третье вы должны показать, что обстоятельства носят чрезвычайный характер и не могут ждать формирования состава арбитража, а также меры, которые вы требуете и должны подменять собой решение. И сейчас я кратко вам расскажу, что означает каждая из этих категорий. На примере очень неплохого документа, подготовленного учреждениям в Швеции. Допустим, что касается, там приводится один пример, где стороны договорились о купле-продаже неких активов, бизнеса, и, соответственно, в этот момент они покупали как акции, так и компании и недвижимость. И другая сторона не заплатила за передачу активов и, соответственно, было подано заявление на зачинение чрезвычайного арбитра. Меры, которые были истребованы, они были направлены не против стороны, которая не заплатила, а против активов, которые были, как бы, так сказать, были в составе бизнеса. И, соответственно, чрезвычайный арбитр отказал в принятии таких мер, потому что понятно, что в арбитраже вы можете просить меры только против стороны, которая является участником договора, ракторожного соглашения, и невозможность требовать меры против третьих сторон. Также, что такое нанесенный ущерб, который невозможно устранить. То есть, это должно быть что-то, что невозможно возместить денежной компенсацией. Срочные обстоятельства, это могут быть некие обстоятельства, когда, допустим, другая сторона обязалась поставить товар, и за день до поставки отказалась это сделать, а у вас существует контракт с третьей стороной, вы должны перепоставить этот товар. То есть, всем понятно, что вы просрочите по другим тоже договорам. Еще важно также, что чрезвычайный арбитр при вынесении решения должен сбалансировать интересы сторон, и понять в пользу кого, то есть, не нарушит ли он какие-то интересы стороны, которая может пострадать от этих чрезвычайных мер существенно. И еще важный момент, что если ответчик, допустим, заявил, что он обязуется соблюдать арбитражное решение, которое будет вынесено против него, то это является достаточно серьезным основанием для отказа от чрезвычайных мер. И самый интересный вопрос, это будет ли решение чрезвычайно арбитр принудительно исполнено. Для ответа на этот вопрос нужно рассматривать несколько документов. В первую очередь, конечно, сам регламент, о чем сам регламент говорит. Второе, это как регламент соотносится с Нью-Йоркской конвенцией. И третье, о чем говорит арбитражное законодательство. И как бы в разрезе Нью-Йоркской конвенции поднимаются такие вопросы. Потому что Нью-Йоркская конвенция не определяет, кто такой арбитр, она не определяет, что такое арбитражное решение. И возникает вопрос, являет ли чрезвычайно арбитр арбитром, и что такое арбитражное решение, какие признаки арбитражного решения. Можно сказать, что все согласны, что арбитражное решение должно быть binding, то, что означает обязательным, но некоторые страны трактуют это понятие как окончательным. И тут опять дальше возникают споры, а что же такое окончательное? Окончательное по существу всего спора или все же таки данный конкретный спор между сторонами. Но такие страны, как Сингапур и Гонконг пошли дальше и уже на уровне местного арбитражного законодательства установили, что решения чрезвычайного арбитра являются исполнимыми. Так сингапурское арбитражное законодательство расширило понятие состава арбитража и включило в него чрезвычайного арбитра, а гонконгское арбитражное законодательство прямо указало, что решения чрезвычайного арбитра, вынесенные внутри страны так и за рубежом, исполняются в Гонконге. И в этом отношении интересно то, что в Гонконге могут быть исполнены любые решения чрезвычайного арбитра, в то время как если гонконгское решение чрезвычайного арбитра возможно не будет исполнено например в Сингапуре. еще есть пара прецедентов на эту тему в США и в США есть два дела, которые немного пришли к разному выводу, потому что они основаны на разных регламентах. Первое это дело Chainmax Medical Systems и в этом деле суд решил, что поскольку у арбитров существует возможность пересмотреть решение чрезвычайного арбитра, то есть состав арбитража всегда имеет право посмотреть решение чрезвычайного арбитра, то сам суд не должен вмешиваться в этот процесс, в арбитражный процесс. В другом же деле Yahoo против Microsoft, в котором основой были рекомендационные правила о чрезвычайных процедурах 1990 года, суд признал решение чрезвычайного арбитра исполнимым. Но тут необходимо сказать, говорится, что правила позволяют только в очень узких обстоятельствах пересмотреть решение чрезвычайного арбитра. Также интересно дело тем, что решение чрезвычайного арбитра разрешало спор по существу. Но опять же в самом соглашении, которое приняло соглашение рекомендационные правила о чрезвычайном арбитре, говорилось, что такая возможность есть у сторон. И последнее, одни из последних опросов, предпоследние, это как же чрезвычайные процедуры соотносятся с действующим российским арбитражным законодательством. Но как вы все знаете, лучше меня, в России существует внутреннее и международное арбитражное законодательство. И на данный момент нет указания в обоих законах на доарбитражные процедуры. Правда, МКС действительно есть приложение к международному закону об международном арбитаже, в котором МКС имеет некие полномочия на доарбитражной стадии, тем не менее таких полномочий нет у любого арбитражного учреждения. Законопроект о третейских судах предусматривает возможность также арбитражного учреждения принимать меры на доарбитражной стадии и И, как вы знаете, можно обращаться за обеспечительными мерами в суд. И таким образом в российской доктрине обеспечительные меры, вынесенные третейскими судами, определяются на диспозитивные и императивные. Диспозитивные те, которые принимаются третейскими судами, и императивные те, которые принимаются судами. Но в условиях действующего законодательства, скорее всего, решения чрезвычайного арбитра не будут принудительно исполнены, тем не менее стороны могут исполнять в добровольном порядке такие решения. И основанием к такому заключению является то, что согласно пункту 307 постановления пленному ВАЗ номер 55, только окончательное решение судебных органов, иностранных судебных органов приводится в исполнение на территории Российской Федерации. А также пункт 26 информационного письма президиум ВАЗ говорит о том, что необходимо рассмотреть все доказательства в деле для того, чтобы принять решение по существу. И, возможно, это как процедура носит чрезвычайный характер, то такой возможности у сторон не будет. Но хотел бы отметить, что, конечно, эти постановления относятся к судебным решениям и какого-то постановления именно по актам Тритейского суда нет. И последний вопрос, который… Так, что-то… Стоит ли вам вообще все-таки подавать заявление на заключение чрезвычайного арбитра, и какие будут последствия, если вы не будете исполнять? Я все-таки считаю, что стоит, потому что уже статистика говорит о том, что большинство решений в тех случаях, когда было подано заявление, заканчивались мировым соглашением, потому что на этом этапе стороны уже должны достаточно быстро понять аргументы «за» и «против» и очень быстро включиться в процесс. Соответственно, им приходится быстрее принимать решение, и это может быть достаточно неплохим, как бы, неплохой, неплохим аргументом для того, чтобы ускорить процесс принятия решения. А также существуют условия, может быть, когда не стоит подавать заявление на заключение чрезвычайного арбитра, это когда вы хотите получить испечительные меры против третьих лиц. И если существует неопределенность по поводу принудительного исполнения, то, возможно, лучше идти в суд. Если вы пошли в суд, и вы это можете всегда сделать, несмотря на то, что вы, если, как бы, можно делать одновременно и идти в суд, и подавать заявление о назначении чрезвычайного арбитра, вы всегда должны повесить об этом арбитражное учреждение и самого арбитра. Но неисполнение решения чрезвычайного арбитра может быть чревато тем, что состав арбитража сделает негативные выводы о позиции стороны, которые не исполнены решения, а также примет во внимание это при определении, при решении, кто понесет расходы. Ну вот и все, что я на сегодня хотела вам сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то буду рада на них ответить. Евгения, большое спасибо. Благодаря щедрости и лаконичности наших спикеров у нас есть очень большой промежуток времени на вопросы и ответы. Соответственно, я приглашаю аудиторию задавать вопросы. Да, да, пожалуйста. Представляете. Да, Олег Колотилов, фирма Кульхов, Колотилов, партнеры. У меня к Ольге два вопроса. И оба вопроса касаются защиты прав страны, против которой принято антисвитен джаншин. Вот представьте себе ситуацию. Принято антисвитен джаншин, и страна хорошая, добросовестная. Она или отказывается от иска в государственный суд, который она подала, или не подает его. И потом выносит армитражное решение, а потом оно или отменено, или оно не исполняется в соответствующей стране. Вот что делать в такой стране? Ей, по идее, надо идти в государственный суд, поскольку иначе она свои права в этой стране не может защитить. Но она в этом государственном суде уже в исполнении антисвитен джаншин отказалась от иска. Она заново не может подать такой же иск. Она уже исполнила антисвитен джаншин, а от этого иска отказалась. Есть РСЖТ-карта. Или она не стала подавать иск, она в этой стране пропустила срок с какой-то давности. Вот не видите ли вы здесь какого-то фундаментальнейшего вообще нарушения права на судебную защиту, причем нарушения права страны, которая ведет себя добросовестно и исполняет это? Это первый вопрос. А второй вопрос тоже связанный. Географический регион действий антисвитен джаншин. Ведь есть страны, в которых заведомо известно, что арбитражное решение не будет исполнено. Вот в силу местного законодательства не будет исполнено. Это не вопрос публично, прятка и так далее. Просто там написано, только в случае международного договора решение исполняется. А международного договора нет. А вот принято антисвитен джаншин. Что, тоже его надо исполнять? А ведь к чему это приведет? Это приведет к тому, что имущество ответчика, которое находится в такой стране, оно получит как бы иммунитет от обращения взыскания. Потому что в государственный суд ты не можешь идти в силу антисвитен джаншин. А арбитражное решение там исполнено не будет, о чем известно изначально. Вот каково ваше мнение о способах защиты страны, против которой принято антисвитен джаншин, в том числе и в таких ситуациях? То что, она должна и обязана идти оспаривать? Или она может их не исполнять? Что ей делать? Спасибо большое за интересный вопрос. Вы действительно подняли, скажем так, более детально какие-то аспекты допустимости или недопустимости антисковых мер. И я начну с того, что моя позиция, что они должны быть допустимы только в самых исключительных случаях и очевидных случаях. И здесь мы говорим о недобросовестной стране, которая, например, идет в суд в нарушении арбитражного ясного отчета по арбитражному соглашению. И в таком случае, наверное, стоит признать, что страна несет риск, заключая арбитражное соглашение, что арбитражное решение не будет исполнено. И что здесь сложно сказать, что нарушаете ее право на доступ к правосудию, на судебную защиту и так далее. Другой вопрос, что когда речь идет о сроке исковой давности, например, о чем мы сказали, и есть английская судебная практика, то я бы эту категорию дел выделила в отдельную. И это действительно фактор, который должен учитываться. То есть если есть риск истечения срока исковой давности, то, возможно, здесь допустимость антических мер еще более, скажем так, сомнительно. Но, тем не менее, опять-таки, если мы говорим о ситуации, когда есть арбитражное соглашение, по которому страна отказалась от юридикции суда, то говорить о том, что истечет срок исковой давности, и страна, проиграв арбитражность, может обратиться в суд, то, мне кажется, это достаточно необоснованно. Да, я бы просто в продолжение сказал бы о том, что, ну, смотрите, принято. Все-таки самая распространенная ситуация, когда принимаются антисвитин джанкшнс, это когда есть соответствующее арбитражное или проработационное соглашение, и ответчик пытается начать параллельное разбирательство в нарушении. И тут довольно странная, мне кажется, логика в вашем вопросе. То есть вы предлагаете сказать, что ответчик, если у него возникло какое-то тоже требование, то он может проигнорировать эту арбитражную оговорку или проработационную и пойти в некий иной государственный суд. Мы, наверное, должны сказать, что если у него тоже есть требование, он обязан пойти именно в тот арбитраж или государственный суд, который указан в оговорке. И, соответственно, антисвитин джанкшн, который заблокировал для него путь в огне договорный форум, ни в коей мере не должен рассматриваться как каким-то образом нарушающий права этой страны. И второй вопрос, ну, мне кажется, он больше такой гипотетический. То есть как-то странно вы говорите, что заведомо известно, что решение международного коммерческого арбитража в этой стране не будет исполнено. Ну, слава богу, у нас есть Нью-Йоркская конвенция, и мы должны вспомнить, сколько там стран-участниц. И, наверное, большинство крупных каких-то торговых партнеров, все они присоединились к этой Нью-Йоркской конвенции. Те же, которые по каким-то причинам это не сделали, как правило, там есть национальное законодательство, которое все равно дает возможность признать и исполнить иностранное арбитражное решение. То есть все-таки я бы сказал, что такой теоретический вопрос. Мне очень трудно себе представить ситуацию, когда заведомо будет известно, что решение международного коммерческого арбитража нельзя будет исполнить в соответствующем иностранном государстве. Дополню. Мне кажется, что ваша логика, она более актуальна для дел, в которых антистские меры рассматриваются в отношении третьей страны, которая не связана обитражной оговоркой. И здесь действительно идет речь о том, что если будет пропущен срок на обращение в суд, то здесь стоит вопрос о праве на судебную защиту. Но я думаю, что это наше общее мнение, что, как правило, речь идет о самых исключительных случаях, когда есть отказ страны по арбитражному соглашению от судебного, скажем так, от юридикции суда. Ну, если практически ситуация предстоит, то с точки зрения российского правопорядка, дело, которое находится так или иначе относится к России, то у нас ведь как обеспечительные меры носят, это классика, временный и срочный характер. Поэтому с окончанием того процесса, о котором вы говорите, они просто утрачивают силу, это, как бы, тут, мне кажется, нет проблем. Поэтому и они просто прекратили свое действие в силу срочности и временного характера, когда тот процесс, который не был допущен, закончился. Я не вижу проблем. Да, Роман, пожалуйста. Да, один комментарий, один вопрос. Значит, во-первых, в моей практике я ни разу не видел антиисковых мер, которые бы говорили обезуемо отозвать иск. Как правило, они говорят, ты не можешь подавать иск, либо ты должен приостановить производство. Если, тем более, последствия такие, что ты не можешь переподать его, как у нас, да, при отказе от иска, ты не можешь переподать его. Как правило, английские суды очень редко, ну, это все-таки common law инструмент, да, они очень редко просят именно откажись от иска, и ты никогда его больше не сможешь подать. А из, как действовать в этом случае, я вам расскажу один пример. Когда я еще работал у Юрия Гардовича Монастырского, значит, это было громкое дело, и антиисковые меры с утра мы пришли и нашли у себя на факсе, где было написано как раз, вам запрещено предпринимать любые действия, направленные на продолжение разбирательства. У нас на следующий день, по-моему, было слушание. Мы, соответственно, перевели этот приказ, принесли его судье, сказали, вот, в вашу честь, поднимаем руки, мы ничего делать не можем. Она вся побагровела и сказала дословно, парни, я вас сейчас защищу. Она удалилась в совещательную комнату и вынесла приказ определения об отложении, в котором она написала, я обязуюсь, это нарушение права на судебную защиту, она написала, это нарушение российской конституции, я обязуюсь собрить и продолжить разбирательство. Соответственно, мы сделали, что мы перевели это определение, привезли судья Колману в Хайкот. Судья Колман долго чесал вот так вот голову и потом сказал, вы знаете что, я не верю, что у вас серьезный спор. А там спор был из-за одной оговорки в контракте, который закончился тем, что против французов, которые любят судиться, и спор был в девяти юрисдикциях. Соответственно, он посмотрел, говорит, ребята, вы из-за одной оговорки спорите в девяти юрисдикциях, я обязываю вас пойти к медиатору и попробовать помириться. И медиатор их помирил. А вопрос у меня к Ирине по поводу обеспечения судебных расходов. На самом деле классный инструмент против технических исков надуманных, да, приходит с иском он ко мне, запугать меня, процесс идет год, и я говорю, хорошо, я не против, я ответчик, я ничего сделать не могу, ты против меня этот иск предъявил, мне надо защищаться, но у меня что, если я выиграю дело, ты должен мне заплатить будешь судебные расходы, а у тебя контора не конора, денег в ней нет, мы это знаем, поставь мне, предъяви мне этот миллион, положи его на банковский счет, и я буду с тобой дальше судиться. И вы говорите, что это нарушение права на судебную защиту. Здесь я не уверен, что я с вами согласен, и хочу ваше мнение услышать, потому что я ведь эти деньги все равно получу, если выиграю. Если истец входит в процесс, он должен быть готов к тому, что он может проиграть и может быть обязан заплатить мои судебные расходы. Где здесь нарушение права на судебную защиту? Ему прикажут эти судебные расходы обеспечить заранее, или ему прикажут их в финальном решении вынести? Роман, спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле интересный, больше такой даже, я бы сказала, из серии сколастических и юридических научных вопросов. В принципе, мне кажется, что вопрос, он скорее, правильный защитный, он имеет место на входе в процесс. То есть, если, допустим, истец уверен, что я выиграю иск, и меня никто не обяжет там что-то заплатить, там, да, ответчику по итогу, и сейчас я просто не могу этого сделать, потому что у меня нет денег, а меня обяжут расходы ответчика возможные заплатить. То есть, вообще, какая-то возможность рассмотрения споров по существу, ее прервали еще на входе, да, в процесс. То есть, такая ситуация, в принципе, об этом речь идет. Но я согласна, что здесь, на самом деле, вопрос спорный, и его нужно сбалансировать, и поэтому, там, те же многие институты, так, как, например, Аккиарп, да, они публикуют гайдлансы, как вот эту проблему избежать, и в том числе путем, вот, не дайте, не положите мне миллион, а предоставьте какую-нибудь банковскую гарантию, даже какого-нибудь вашего бенефициара, и таким образом вот этот вопрос будет снят. Я, со своей стороны, еще выскажу некое наблюдение. Действительно любопытно, что вот этот механизм security for costs, он почти не используется в российской арбитражной практике. Но обратите внимание, что если мы начнем этот механизм использовать, ведь не секрет, что российский бизнес, он очень любопытно обычно структурирует свои, скажем так, владения активами, то есть какие-то ценные активы, они обычно всегда на какой-то одной структуре висят, и рядом есть некая операционная компания, которая заключает уже договоры с контрагентами, и у этой операционной компании за душой мало что есть, как правило. Но именно она будет затем выступать стороной в процессе. Да, и если мы, соответственно, откроем вот этот ящик Пандоры и разрешим широко security for costs требовать с ответчиком, то получится, что чуть ли не в каждом втором деле тогда данные требования придется считать обоснованными и, соответственно, предлагать, извините, состцов требовать, да, и предлагать, соответственно, вносить эти самые security for costs. То есть вот надо хорошенько подумать, да, насколько этот инструмент удачен для российской специфики, и можно ли его широко использовать. Да, еще какие-то вопросы, если есть. Вот у меня тоже есть вопрос, и, собственно, эта тема, она всплывала у нас и в выступлении Евгения Федотова, и вот Алексей Александрович Костин в первой сессии это упоминал. Соответственно, я напомню, Евгения нам рассказывала о чрезвычайном арбитре. И любопытно, если мы посмотрим на положение АМКАС, которое является приложением один к закону о международном коммерческом арбитраже, мы увидим здесь в пункте 6, что по делам, которые рассматриваются в АМКАС, председатель АМКАС может по просьбе стороны установить размеры формы обеспечения требований, да, то есть принять обеспечительные меры. И точно такое же положение есть, такое же правило в положении АМАК, это приложение 2 уже к закону о международном коммерческом арбитраже, о том, что председатель АМАК может тоже установить обеспечительную меру и в частности вынести постановление о наложении ареста на находящиеся в российском парку судны или груз с другой стороны. Вот в связи с этим у меня, Евгений, несколько провокационный вопрос. Не получается ли, что наоборот, да, ведь эти положения, они существовали в советский период, да, уже не один десяток лет, они существуют в положениях, посвященных МКАС, ранее ФТАК. Не получается ли здесь, что вроде бы наоборот, мы впереди планеты всей, поскольку если за рубежом о данном институте чрезвычайного арбитра стали задумываться только в 90-е годы, да, у нас получается еще в советский период была знакома вот эта форма, когда еще до формирования состава арбитража председатель арбитражного института мог принять обеспечительные меры. То есть насколько эффективным аналогом могут выступить эти правила, которые заменяют у нас в России вот этот институт чрезвычайного арбита? Спасибо, Антон. Ну, насколько мне известно, в Нью-Йоркской конвенции полномочия вносить арбитражные решения существует только у арбитра. И, соответственно, стороны, конечно, могут договориться в арбитражном соглашении о каких-то определенных полномочиях, например, у КАСА. И это будет, как бы, между ними договор должен быть исполнен, если это будет правомерно. Но исполнение принудительное стоит под вопросом, на мой взгляд, потому что в Нью-Йоркской конвенции об этом ничего не говорится. И, соответственно, хотя там есть упоминания о... Они, кажется, там разделяют от ХОК и администрированные арбитражные учреждения, но, тем не менее, это не имеется в виду, что у арбитражного учреждения, которое призвано только администрировать курс, существуют какие-либо полномочия принимать арбитражные решения. Соответственно, выходит, что принудительное исполнение, наверное, затруднительное. И, конечно же, на международном уровне. То есть, если, допустим, приехать в Гонконг, который признает повсеместное исполнение решения чрезвычайного арбитра, то это будет весьма затруднительным. Да, спасибо. Ну, действительно, получается, что это постановление председателя арбитражного института, его трудно будет квалифицировать как арбитражное решение по смыслу Нью-Йоркской конвенции. И таким образом, даже в тех юрисдикциях, в которых допускается исполнение решений чрезвычайного арбитра, наверное, разобравшись, они поймут, что речь идет все-таки не об арбитре, о неком, скажем так, должностном лице арбитражного института и сложно ее деквалифицировать как арбитражное решение. Да, Алексей Александрович, да, конечно, конечно. Я благодарен Цитбе Ивановичу, что имею возможность немножко объяснить тот краткий сюжет, который я просто обозначил, и не в плане апологии полномочий председателя, скажем так, есть большие сомнения, что решение или вообще документ, это решение экстраординарного emergency arbitrator. Я думаю, что большинство, в большинстве юрисдикций скажут, что Нью-Йоркская конвенция касается final award. Поэтому что бы там, назовите, would you call a rose by any other name, would smell a smell. Назовите это председателем, emergency arbitrator, и как угодно, эти полномочия могут поддерживаться пока только на уровне национальных правовых систем, куда и двинулся типовой закон Генцитрал в 2006 году. И... Другой микрофон, может быть, можно передать. Владимир Владимирович, спасибо, как всегда, вы очень любезны. Так вот, чем больше стран примут поправки к типовому закону, тем больше возникнет возможности исполнения, называйте как угодно, решений, арбитров и постановлений. В любом случае, ну, как говорится, по-русски говорят, не знаю, как переведете по-английски, лучше осениться в руке, чем журав в небе. По крайней мере, постановления председателя работали и в известной степени продолжают работать на территории Российской Федерации. Хочу добавить, что, кстати говоря, в контексте реформы, о которой я говорил, есть задача, этим постановлением тоже связующее звено сделать с АПК и ГПК, чтобы это работало. А реально, если говорить о морских делах, то в кодексе торгового мореплавания Российской Федерации есть положение, которое не создает каких-то сложностей, что по постановлению уполномоченного Третьейского суда, в коем в Российской Федерации маг только один и является, капитан Порта реализует те постановления, которые касаются ареста судна и груза. Ну, худо-бедно все-таки это может помочь. То есть резюмирую, прошу прощения, если затянул, что реализация вот этих вполне нормальных вещей будет зависеть от того, насколько активно страны будут принимать изменения в типовой закон 2006 года. Спасибо. Пожалуйста, если есть еще вопросы. Ну, пока вы над ними думаете. Вот любопытно, что та проблема с исполнимостью, которую мы обсуждаем, она во многом обусловлена разнобоем в разных текстах Нью-Йоркской конвенции. Дело в том, что если посмотреть англоязычный текст Нью-Йоркской конвенции, статью 5.1.е, мы увидим там указание на то, что арбитражное решение должно быть бандинг, то есть, ну, по сути, обязательным для сторон. В то время как в русском тексте Нью-Йоркской конвенции указано, что решение должно быть окончательным, то есть, финал. Да, получается, что финал и бандинг, конечно, это не одно и то же, но в разных текстах конвенции это оказалось перепутанным, и, конечно же, к сожалению, российские суды государственные, они ориентируются на русский текст конвенции и требуют, чтобы арбитражное решение стало окончательным, и тогда получается, что закрывается дорога для исполнения любых промежуточных решений, в том числе решения чрезвычайного арбитра. Да, Михаил, пожалуйста. Михаил Галинин, студент МГУ Ломоносов. У меня вопрос по беспристрастности состава. Именно если мы придерживаемся концепции того, что именно состав и конкретные судьи должны быть беспристрастны, как, может быть, вы могли бы дать комментарии ситуации, если ее можно представить? Допустим, у нас есть председатель Третьейского суда международного арбитража, Кроводный институт, который занимается администрацией именно. И этот председатель, он, допустим, до споры регулярно в течение нескольких лет оказывал услуги по юридической консультации одной из сторон споры. И дальше мы имеем ситуацию, когда Третьейское соглашение, арбитражное соглашение, заключенное сторонами, наделяет, передает право назначения всего состава Третьейскому институту. И, допустим, в результате решения о назначении, какие судьи у нас назначаются, это решение принимается лицом, которое зависимо. И в течение многих лет было связано с одной из сторон споры. При этом доказательств того, что какие-то конкретные судьи, которые были назначены этим зависимым лицом, у нас нет. Как вы видите проблему, собственно? Ну, это ведь все категории достаточно оценочные. Поэтому здесь первое, что ведь, как известно, арбитры должны раскрыть информацию определенную. Ну, а дальше это будет оцениваться. Если эти факты были вскрыты, а затем появятся, то, да, допустим, при оспаривании или при исполнении их можно каким-то образом доказывать и апеллировать к ним, исходить из них. А так, еще раз повторяю, здесь очень много оценочного. Ну, Владимир Владимирович, если позволите, я уточню, да, как я понял вопрос Михаила. Мы можем усугубить ситуацию, хотя в реальных, российских реалиях так оно и происходит, что, допустим, в этом третейском суде председатель третейского суда – это работник соответствующей компании. Да, и, предположим, регламент этого третейского суда предусматривает, что весь состав арбитража назначается председателем данного третейского суда и рассматривается спор с участием данной компании, то есть компания, которая учредила этот третейский суд, она одновременно является стороной по делу. И, соответственно, председатель третейского суда, который одновременно, например, начальник юридического отдела в компании СЦА или ответчика, он полностью назначает весь состав арбитра. При этом в отношении конкретных арбитров, физических лиц, у нас нет никаких доказательств того, что они как-то аффилированы, что там есть пристрастность или зависимость от страны. Вот считаете ли вы, что в данной ситуации есть какая-то проблема и, соответственно, что можно ставить вопрос о нарушении процедурных требований? Ну, здесь как раз то, что Антон Владимирович, вы, наверное, говорите о том же, что Конституционный суд назвал так называемыми организационно-правовыми связями между составом третейского суда и организацией, при которой он создан. Поэтому, вот исходя из этого, ну, здесь можно оценивать степень пристрастности и беспристрастности. То есть насколько будет сочтено, что вот это очень высокая степень организационно-правовой зависимости. И вот таким образом я бы так толковал. Потому что, видите, это все равно в конкретном деле надо смотреть, каким это образом будет выглядеть. Пока, мне кажется, вот мы все время, этот вопрос у нас такой получается между собой, да, мы вот в российских реалиях его обсуждаем. Я думаю, что было бы здорово, если какое-нибудь решение хоть какого-то карманного третейского суда кто-нибудь попытался бы исполнить за рубежом, да, в какой-то зарубежной юрисдикции. Было бы очень интересно посмотреть, что бы сказал там немецкий, французский или английский суд по поводу возможности признаний и приведениям исполнения вот такого вот третейского суда, когда секретариат третейского суда аффилирован с одной стороны. И мне кажется, это будет такой латмусовой бумажкой для обсуждения всей этой проблемы. Хорошо, еще, может быть, есть какие-то вопросы, предложения, замечания. Да, да, пожалуйста. Вот это точно работает микрофон, наверное, лучше к нему. Здравствуйте, меня зовут Сергей Лысов, я юрист юридической фирмы BBH. У меня вопрос к Владимиру Владимировичу по поводу беспристрастности. Вопрос больше теоретический. Дело в том, что в последнее время часто очень обсуждается на сами подходы, в том числе и наше законодательное к определению термина аффилированность. И на ваш взгляд, насколько, в принципе, корректно проведение параллелей терминологической между аффилированностью и объективной беспристрастностью? В общем-то, в этом вопрос основной заключается. Спасибо. Ну, я в своем выступлении кратко говорил об этом. На мой взгляд, это новое вино заливает в старые меха. То есть доктрину объективной беспристрастностью заменяет доктрины аффилированности. Но, мне кажется, с точки зрения российского права, у термина аффилированность есть строгое юридическое содержание, которое используется в антимонопольном, конкурентном, там, гражданском законодательстве, а применительно к третейским судам, которые являются некоммерческими организациями и не предоставляют в этом смысле услуги, мне кажется, в принципе, неправильно его использовать. Поэтому я в своем маленьком выступлении как раз говорил, что более правильно, как кондиционный суд выразился, организационно-правые связи, исходя именно из некоммерческой, непредпринимательской природы третейского разбирательства. Спасибо. Еще какие-то вопросы, если есть? У нас еще осталось 5-7 минут на вопросы. Хорошо, не вижу, я больше желаю задать вопросы. Я думаю, что у нас, в принципе, получилась неплохая дискуссия. И перед тем, как мы все переместимся в фойе и воспользуемся возможности в неформальном обстановке уже с бокалами шампанского продолжить наше обсуждение, я предоставляю слово Юрию Эдуардовичу Монастырскому, кандидату юридических наук, партнеру фирмы Монастырский, Зюба Степанов и партнеры для закрытия конференции. Огромное спасибо, Антон Владимирович. Уважаемые друзья, мы завершаем наш очередной, ставший уже традиционным ежегодный российский арбитражный день. От имени организаторов, а вернее инициаторов этого проекта, среди которых особая роль, даже Роману Михайловичу Хадыкину, юридическая фирма БЛП, меня просили передать слово благодарности, во-первых, и прежде всего гостеприимной принимающей стороне торгово-промышленной палати и Международному коммерческому арбитражному суду, которые стороны не только предоставили саму идеальную возможность проводить это важное профессиональное мероприятие, но и первые лица которых, Алексей Александрович Костин и Вадим Витальевич Чубаров, интересно выступили на самую взлободневную и главную тему, на тему третейской реформы. Следует особо поблагодарить партнеров форума, юридическую фирму БЛП, коллегию адвокатов Муранов-Сернаковы партнеры, монастырские Зюба-Степановы партнеры, фирму Хаберман-Илит за организацию и проведение мероприятия, а также участие в нем. Наши мероприятия инициатива практикующей части арбитражного сообщества, поэтому здесь обсуждаются самые злободневные и животрепещущие темы Международного коммерческого арбитража, диктуемые изменениям рынка, а также политической обстановки. Сегодня прозвучала тема санкций о том, что она чуть ли не способна поколебать в условии Международного коммерческого арбитража. Как никакой другой, наш форум отмечен присутствием большого количества видных иностранных специалистов, как представителей главных арбитражных центров, так и ведущих юридических фирм в сфере Международного коммерческого арбитража, что побуждает вести самую живую и плодотворную дискуссию на тему Международного коммерческого арбитража. В заключении хочется поблагодарить остальных докладчиков, а особенно слушателей, за их интерес и активное обсуждение темы Международного коммерческого арбитража. Наше мероприятие объявляется закрытым. Ждем вас в следующий раз на следующем мероприятии. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, вот и подошел к концу очередной российский арбитражный день. Как я понимаю, те слайды, которые у нас были, мы выложим на сайте Arbitration.ru. И, соответственно, ждем вас как участников на следующей конференции. Обратите внимание, что работа начинается в этом отношении уже с декабря месяца, да, и мы очень рано начинаем собирать планы докладов для того, чтобы определить спикеров для следующей конференции. Очень будем рады вас видеть в этом качестве. Спасибо вам большое, что вы были с нами.